Добрый день, уважаемые коллеги. Есть предложение начать наше мероприятие. Сегодня у нас дискуссия на тему вектор развития технологических инноваций в регионах России. Меня зовут Рудник Павел Борисович, директор Центра стратегии программ Высшей школы экономики, руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России. Сегодня у нас целый ряд уважаемых докладчиков. Артём Евгеньевич Шадрин, директор Департамента инновационного развития, по старинке написали о стратегическом развитии инноваций Минэкономразвития России. Анатолий Соболев, заместитель губернатора Новосибирской области. Дмитрий Горбунов, замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Екатерина Шапочка, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Подойдет чуть-чуть попозже. Денис Черкасов, генеральный директор управляющей компании Сбербанка Инчуркэпитал. И Анатолий Заикин, руководитель управления сопровождением инвестпроектов ГБУ, агентства инноваций города Москвы. Тема у нас сегодня интересная. Мы уже в течение некоторого времени обсуждаем проблематику инновационного развития регионов. Этой теме уделяется довольно большое внимание и в зарубежной практике, в частности, и организации экономического сотрудничества и развития. Уделяя этому внимание, регулярно публикуются рекомендации. И здесь хотелось бы отметить в качестве вводной несколько направлений, по которым, собственно, зарубежная практика развивается. Ну, во-первых, сегодня в мире есть тенденция на делегирование, если можно так сказать, полномочий регионам именно в области инновационной политики ввиду понимания того, что, собственно, именно региональные власти, бизнес на местах, научно-образовательная организация видят и лучше понимают те направления, потребности, которые сейчас на поездке дня. Это первое. Второе. Также есть тенденция на выработку таких комплексных региональных стратегий инновационного развития, увязывающих всех заинтересованных сторон. И это, по сути, примыкает к кластерной политике, то, что у нас сейчас тоже на повестке дня, и уделяется довольно много внимания. Третье. Это выработка так называемых smart policy mixes. Это тех наборов инструментов политики, которые востребованы наиболее эффективно именно в данном конкретном регионе. Вот такие вот основные направления. Я бы попросил, может быть, обратить на это внимание докладчиков. С учетом того, что у нас довольно мало времени, я предлагаю сразу приступить к докладам. Первым у нас выступает Артем Евгеньевич Шадрин, директор департамента страт развития и инноваций Минэка. Артем Евгеньевич, что сейчас новенького в министерстве? Какие направления вам представляются приоритетными? Какова лучшая практика в плане регионального развития, инновационного развития? Вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги. Начну я с того, что инновации сейчас смыкаются с самым основным стратегическим направлением развития регионов. Часто бывало, что есть общая стратегия социально-экономического развития регионов, и есть какая-то ее часть, иногда достаточно изолированная, инновационная политика. На мой взгляд, сейчас вот эта вот часть инновационных инструментов поддержки предприятий, действующих, созданий новых, оно смещается вот в мейнстрим политики развития регионов. Если мы посмотрим вот такие документы, недавно принятые правительством, как концепция развития Инакам, это там треть республики Татарстан, такой огромный экономический район, это Инатомс, концепция развития Томской области. Сейчас вот утверждается стратегия индустриализации, новой индустриализации Новосибирской области. Там везде в центре социально-экономического развития регионов лежит именно инновационный компонент. Это не случайно, потому что сейчас инновации реально становятся в мейнстриме политики и повышения коммерчеспособности крупных предприятий, якорных предприятий регионов, и важнейшим направлением в содействии продвижения предприятий региона на быстрорастущие рынки, то, с чем связана национальная технологическая инициатива. Вот Павел Варисович просил рассказать, какие у нас новые сейчас реализуются направления. Вот, мячу, буквально на прошлой неделе у нас прошёл в Москве совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в рамках которого были рассмотрены, одобрены подходы к реализации новой программы, направленной на повышение производительности труда. В данном случае, это очень важное направление. Мы действительно сильно ещё со времён плановой экономики отстаём от наших зарубежных конкурентов по уровню производительности труда. И чтобы нагнать, здесь придётся всё равно так или иначе реализовывать два компонента. Это и организационные инновации, то, что называется бережливое производство, вленный менеджмент, Шейсигма, КНБН и так далее, и так далее. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, всё равно никуда не деться, это и технологическая модернизация производственных цепочек, всё равно это выход на новые продуктовые инновации, новые продуктовые решения, которые, собственно, будут позволять предприятиям региона выпускать продукцию в высокой добавленной стоимости. Вот это вот то, что, так сказать так или иначе, является всё равно мейнстримом, основным направлением развития территории. Как можно к этому подойти? Я здесь выделю три направления, в зависимости от масштабов предприятий, которые мне кажутся действительно важными. Первое направление – это, как я уже говорил, комплементарная национально-технологическая инициатива освоение технологий, позволяющих выходить на новые быстро развивающиеся рынки. Вот мы сейчас, таких несколько рынков было обозначено в рамках НТИ, это и беспилотный транспорт, и нейротехнологии, и современные технологии медицины, умная энергетика, это, конечно, новые производственные технологии, новые материалы, аддитивные технологии и так далее. Как их обеспечить? На мой взгляд, здесь, как это может быть непарадоксально, это поддержка новых предприятий-стартапов, потому что новые предприятия, они максимально гибки, максимально динамичны, не случайно во всём мире, это известный тренд последних лет, идёт рост масштабов корпоративного венчурного инвестирования. Не потому, что компании видят здесь финансовый инструмент, как традиционные венчурные фонды, а потому что они видят и понимают, что здесь есть возможность опережающего выхода на вновь возникающие рынки более быстрыми темпами, чем если внутри структурных подразделений развития технологий. Где-то там, где вот эти новые технологии лежают в основном потоке развития компании, это, наверное, конечно, возможно и реализуемо. А вот там, где это выход на новые рынки, на смежные направления, здесь может быть более эффективно инвестирование в стартапы, которые могут быстрее, чем в структурных подразделениях, развиваться. Что может сделать регион в этой связи? Первое – это помочь развиваться стартапам. У нас есть финансовый инструмент поддержки фонд Бортников, фонда посевного финансирования РВК, но чего не хватает? Не хватает ни финансовой комплексной, ни финансовой поддержки, то, что называется бизнес-акселерацией. Вот есть успешные примеры, где это достаточно комплексно развивается, назову Санкт-Петербург, где один из лучших бизнес-акселераторов университетских находится на базе ИТМО Самарской области. Коллеги сегодня расскажут, где такой инструмент был создан на базе Центра развития инноваций, учреждённой региональной администрацией. Это очень важно, чтобы была не просто подготовка заявок на получение гранд-фонда Бортникова, но и потом, после получения этой субсидии, поддержка в развитии компании и быстрого наращивания ей возможностей. В мой взгляд, наиболее таких оптимальных моделей, сейчас реализуются фондом развития интернет-инициатив и по подготовке стартапов, которые работают в интернет-экономике, и потом по их поддержке после получения первых раундов инвестиций. Вот такой же формат, мне кажется, может быть интересен для регионов. Второе направление – это поддержка уже состоявшихся, быстрорастущих компаний среднего бизнеса, кого называем техногазель. Вот на федеральном уровне мы реализуем с прошлого года, при как раз участии российской венчурной компании, наш партнёрский проект программы национальных чемпионов, быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров. Было отобрано 30 компаний, которые демонстрированы на протяжении 4-5 лет на МПРО 100 больше 15-20% в год, при этом многие из них являются очень активными экспортерами. Это нам позволяет помочь развиваться тем, кто уже успешен, помогать им через выход на внешние рынки, через расширение доступа к финансовым ресурсам, к нефинансовой поддержке. Вот аналогичный формат, мне кажется, может быть очень востребован для регионов. Если на федеральном уровне это предприятие с объёмом продаж от 400 миллионов до 20 миллиардов рублей, то на региональном уровне это могут быть компании, несколько более скромные по обороту, но также уже состоявшиеся. Мне кажется, нужно целесообразно настроить имеющие инструменты поддержки и финансовый в виде льготных кредитов, гарантий, нефинансовый в виде поддержки доступа к инновационной инфраструктуре, центров коллективного пользования, технопарков, промпарков, для того, чтобы эти наиболее успешные предприятия максимально быстро расты. Я ещё раз скажу, мне кажется, наиболее здесь важно – это поддержка экспорта. Вот у нас активную политику сейчас реализует российский экспортный центр, но у регионов тоже есть свои инструменты поддержки. Это и региональные экспортные центры, которые поддерживают в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса, и возможность софинансирования общих стендов, выставочных ярмашечных экспозиций, бизнес-миссий и так далее. И, конечно, здесь очень комплементарен это кластерный механизм, который позволяет как раз обеспечивать подготовку таких совместных проектов, где поддерживается не одна компания, а коллективное участие. Ну и третье направление – это, конечно, участие региона в взаимодействии с крупными предприятиями. Вот у нас в прошлом году были актуализированы программы инновационного развития практически всех крупнейших госкомпаний, и там в числе ключевых направлений их развития было выделено взаимодействие с университетами, взаимодействие с малым и средним бизнесом, взаимодействие с инновационными территориальными кластерами. Кластер, на мой взгляд, очень перспективный механизм как раз встраивания планов развития крупных компаний в планы развития регионов за счет подтягивания потенциальных поставщиков и их настройку через систему сертификации поставки комплектующих, через настройку системы профессионального образования, и СПО, и высшего образования под потребности крупного бизнеса, и подстройку, связанную с возможными совместными кооперационными исследованиями, как показывает пример Пермского края, с финансирующих для своих предприятий исследования, которые проводят университеты. Вот для того, чтобы сфокусировать все имеющиеся меры поддержки, сформировать благоприятные инновационные ожидания, как раз подходит кластерная инициатива. Опять же, в прошлом году нашим министерством в рамках приоритетного проекта было отобрано 11 таких кластеров лидеров инновационной привлекательности, но эта, так сказать, дверь не остается закрытой. Мы будем поддерживать и те кластеры, которые были раньше поддерживались нашим министерством, как пилотные, но пока не вошли в перечень приоритетных, и новые кластеры тоже могут получить поддержку. Среди наиболее интересных инструментов – это центры кластерного развития, финансируемые нашим министерством уже несколько лет по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, и механизмы, которые мы готовы не финансовой поддержки также предоставлять тем регионам, для которых для себя вот этот вот кластерный формат развития выберут в качестве приоритета. Наверное, я закончу. Тоже хочу поблагодарить РВК, который и кластерное направление поддерживает в рамках совместного с министерством проекта. И мне кажется, что эти вот два фокуса – быстрорастущие компании-лидеры и кластерный формат – действительно являются для нас одним из наиболее перспективных. Спасибо. Большое спасибо, Артем Евгеньевич. Артем Евгеньевич упомянул программу реиндустриализации Новосибирской области. Действительно, Новосибирская область у нас один из лидеров. Несколько ярких, успешных инициатив. Академпарк – довольно успешное самоорганизовавшееся сообщество компаний в сфере информационных технологий. Там и университеты, и сибирский академгородок, и в целом регион – один из лидеров. Я бы хотел сейчас передать слово Анатолию Соболеву, заместителю губернатора Новосибирской области, и попросил бы рассказать о том, как сейчас дела в Новосибирской области с инновациями, какие у вас приоритеты развития, и в целом, что планируется сделать в ближайшее время в части развития инновационной экосистемы. Вам слово. Спасибо. Доброе утро. Действительно, сначала бы хотелось несколько слов сказать о потенциале Новосибирской области. Но учитывая, что действительно формат времени не позволяет, я попробую очень тезисно. Но это прежде всего 45 институтов ФАНО, бывшее сибирское отделение Российской академии наук, 40 отраслевых институтов, 24 вуза, 9 филиалов, больше 110 тысяч студентов, и в составе регионов-лидеров по объему финансирования фундаментальных исследований и технологических разработок. Есть также и другие преимущества. Это предыстория кластерной политики. Вот как раз один из пилотных проектов был в Новосибирской области. Это IT и биокластер, который за весь период, наверное, профинансирован был порядка полумиллиарда рублей, плюс 170 миллионов со стороны региона. И в итоге было создано более 100 продуктов, 4 объекта инновационной и промышленной инфраструктуры. И можно сказать, что мы плавно перешли вместе с Минэкономразвитие. На следующий этап, то, что упоминалось, мы называем это проект Мегакластер, Сибирский наукополис. По сути дела, чтобы к этому не возвращаться, это некий ребрендинг Новосибирского академгородка, наукограда Кольцова и прилегающих территорий, которые достаточно плотно занимаются наукой, новыми технологиями, нам бы хотелось, чтобы на первом этапе мы, конечно, с Минэкономразвития идем по пути кластера, но на самом деле проблема шире. Это создание среды для новых прорывов, что ли, да, это создание такого региона науки мирового уровня. Поэтому проект серьезный, и я думаю, что хорошо стартовали, то, что вместе с Минэкономразвитие, опять же повторюсь, я думаю, это хороший задел, если ресурсы соответствующие, ну, понятно, не только финансовые, но и все те, которые заявлены, Минэкономразвитие будут реализованы, я думаю, что это хороший будет толчок для развития этого проекта. В рейтинге Ассоциации инновационных регионов России мы находимся в составе сильных инноваторов, и по итогам 2016 года пятое место, так скажем, после 11 места в 2015 году. То есть есть определенная, на мой взгляд, динамика, которая характеризует соответствующим образом инновационную экосистему Новосибирской области. Вот как раз для вовлечения результатов научной и инновационной деятельности в экономику региона мы еще в 2012 году с председателем Сибирского отделения Российской Академии Наук договаривались о том, что Сибирскому отделению необходимо развернуться в регионы, вне зависимости от того, что это, конечно, площадка таких мировых достижений, 15 мировых школ и так далее. Но, тем не менее, без решения таких вопросов регионального характера у сибирского отделения, по сути дела, нет еще одной опоры. Ну и последующие события, кстати сказать, и подтвердили о том, что необходим был такой подход. Ну, в общем, в 2014 году губернатор дал поручение разработать программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. Ну, если коротко, это, по сути дела, формирование экономических и технологических чемпионов на территории Новосибирской области. Это поиск, формирование и соответствующее сопровождение. Понятно, что провозглашенный путь государством на формирование таких чемпионов в России и мирового уровня, он должен базироваться, безусловно, на совершенно плотной работе в регионах, поскольку, ну, как в спорте, да, нет спорта больших достижений, без массового спорта, так и здесь. Если не будет формироваться и не будут концентрироваться ресурсы на точках роста, ну, соответственно, у Новосибирской области другого-то выхода и нет. Мы, по большому счету, отличаемся от основного количества регионов Сибири тем, что у нас нет там больших залежей полезных ископаемых и так далее, но при всем при этом экономика региона – это третье-четвертое место среди сибирских регионов после мощного Красноярского края, Кемеровской области, а дальше, собственно говоря, вот как раз экономика Новосибирского региона, которая идет, ну, объективно говоря, по несырьевому пути развития. В этой связи как раз и востребованность инновационной экосистемы и Академпарка, вот озвученного, ну, вот несколько тоже цифр – это более 300 резидентов Академпарк Новосибирского Академгородка. Это по итогам 2016 года объем 22,5 миллиарда рублей. По сути дела, это одно из самых мощных, получается, в экономическом смысле предприятий Новосибирской области. Кроме Академпарка у нас развиваются проекты биотехнопарка, соответственно, медицинского технопарка, первый частный технопарк в России и, ну, можно еще дальше продолжать, но достаточно плотная инфраструктура. По, ну, хотелось бы тоже отметить, да, вот опыт программы реиндустриализации. Это, безусловно, взаимодействие и концентрация форм поддержки на региональном и федеральном уровне. Значит, в 2016 году эта программа была утверждена после полуторалетней разработки. Она была одобрена президентом страны, было дано поручение председателям правительства создать рабочую группу и разработать дорожную карту. На сегодняшний момент рабочая группа создана, дорожная карта утверждена, возглавляет рабочую группу Аркадий Владимирович Дворкович. Мы уже провели два заседания. На следующей неделе, 3-го числа, будет третье заседание. Рассмотрено пять проектов. И вот здесь как раз пример вот этого взаимодействия. То есть получается так, что мы со своей стороны поддерживаем в рамках собственного законодательства эти проекты. Они у нас имеют приоритетную такую форму развития. И на рабочей группе даются поручения не только связанные с финансами. На всякий случай из 10 проектов только два требуют достаточно серьезного финансирования. Остальным необходима организационная поддержка. И я думаю, что вот такой пример взаимодействия, он, на мой взгляд, очень интересен. Спасибо большое, Анатолий Константинович. Коллеги, у нас довольно мало времени, поэтому вынуждены ускоряться. Слово предоставляется Дмитрию Горбунову, заместителю министра экономики Самарской области. Самарская область довольно значительно отличается от новосибирской наличием крупных индустриальных, таких традиционных предприятий. Это и ЦСКБ «Прогресс», и ОАО «Кузнецов». «АвтоВАЗ», опять же. Дмитрий, что сейчас вообще происходит в Самарской области в части инновационного развития? Какие вы ставите цели? Понятно, что есть бюджетные ограничения и проблемы, собственно, реструктуризации этих предприятий. Что у вас сейчас на повестке дня? Пожалуйста. Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех видеть. Такие мероприятия очень важны. Вы знаете, рано или поздно мы знали, что мы столкнемся с бюджетными ограничениями. И, конечно, всю инновационную экосистему с самого начала строили на принципе, что все участники инновационного процесса должны быть коммерческие. Если некоторые из вас были на форуме в Сочи в 2014 году, там была замечательная дискуссия между Самарской областью и Татарстаном, в котором были рассмотрены два пограничных состояния. Мы говорили, всю экосистему надо строить на коммерческих игроках. Татарстан говорил, нет, давайте выбирать приоритетные направления и всю экосистему выстраивать под приоритетные направления. Сегодня результат показывает, что наш подход был более-менее правильный, потому что мы не испытываем проблем в участниках инновационной экосистемы. В принципе, она полностью сформирована, у нас все игроки есть. И мы тоже считаем, что крайне важно концентрироваться на мягкой поддержке. У Самарской области есть богатый опыт проведения мероприятий. Более 200 мероприятий в год мы проводим с участниками экосистемы. И мы сейчас концентрировались на участнике, который не может быть коммерческим, это участники, которые генерируют знания, это университеты. Мы последние полтора года очень активно работаем с Самарским университетом имени Академики Королёва, который является ключевым игроком аэрокосмического кластера. Там порядка 30 проектов внутри университета мы ведём. Но, к сожалению, мы видим, что университетская среда крайне инертна для трансформации. И вот мы думали, что мы за год сможем сформировать экосистему внутри университета. Да, формально она сформирована, есть всё внутри университета, но лица, принимающие решения внутри этих подразделений, к сожалению, ещё самостоятельно не дошли до уровня, когда можно интегрироваться в общие ценности экосистемы. Поэтому, конечно же, это университет, конечно же, на базе Жигулёвской долины. Это организация Кванториума, работа с одарёнными детьми. И в настоящий момент видим переговоры о том, чтобы в Жигулёвской долине была размещена Талейцкая академия управления. Мы видим нехватку компетенции по управлению национными проектами. И в этом случае сотрудничество с Талейцкой академией управления, из которой вышли достаточно знаменитые выпускники, она позволит нам, на наш взгляд, более эффективно работать с проектами. Важно отметить, что ни один из регионов сегодня не может полностью сформировать инновационную экосистему. Когда Самарская область говорит, что она полностью сформирована, мы немножко лукавим по одной простой причине. Две трети предприятий Самарской области являются либо государственными, либо под управлением частично государства. Соответственно, лица, принимающие решения, не находятся в Самарской области. Чтобы инновацию интегрировать в «Прогресс», надо ехать в Москву. Чтобы инновацию интегрировать на завод Кузнецова, надо общаться с ОДК. Если мы хотим инновацию интегрировать на «Автовазе», вообще непонятно, куда ехать – во Францию или в Японию. То есть, по сути, на местах наши предприятия не принимают решения по тем проектам, которые рождаются в экосистеме. Соответственно, второе направление усилий, которое мы себе видим, это выращивание компетенции внутри корпораций, которые умеют работать с инноватикой. Потому что все привыкли, что вот мы сделали инновационный проект, принесли его в корпорацию и сказали, применяйте так. И в этом случае корпорация может говорить, нет, вы сделаете лучше или сделаете хуже. Это не подход в инновационной экосистеме. Если в корпорации есть специалисты, которые могут рассмотреть изюминку в инновационном проекте, в инновационном продукте и применить шире, чем даже себе представляет инициатор, только тогда у нас заработает экосистема. У нас, к сожалению, в корпоратах не сформирован этот пласт людей, кто способен работать с инноватикой. Потому что инноватика – это не обязательно решение текущей проблемы. Инноватика – это рассмотрение более широких возможностей инновационного продукта, с которым работает стартап или инновационный проект. Соответственно, второе направление – это мы пытаемся в прошлом году и сейчас, я повторюсь, обратить внимание коллег и в Министерстве экономического развития, и в РВК, что нам нужна единая всероссийская СРМ-система работы с инновационными проектами. Мы, к сожалению, зачастую занимаемся внутренним каннибализмом. Живой пример – это стартап-тур Сколково, который ездит по регионам, выбирает лучшие проекты, пытается заманить к себе. Мы друг у друга выманиваем эти проекты. У нас нет столько проектов, чтобы конкурировать. Мы, к сожалению, не американская система. Нам надо сегодня объединять усилия и объединять недостающие компетенции, дополнять друг друга. Ещё раз повторюсь, назрела необходимость. Её обсуждали и в ЭТМО на форуме в Санкт-Петербурге, и на последнем сочинском форуме, что нужна единая площадка, которая объединит всех участников системы, не только регионов, а вообще России. Потому что зачастую, вот мы видим в примерах Жигулевской долины, проекты, которые дозревают до следующего раунда финансирования, не могут найти в регионе применение. Им надо переезжать в соседний регион. А, соответственно, этой связке горизонтальных отношений не выстроено. Поэтому эта сервисная система крайне необходима. И она позволит нам как раз объединять проекты, которые в регионах могут быть подобные. У нас с вами в технопарках, как, например, в Новосибирске, в Жигулевской долине, есть проекты очень похожие, в разных названиях, но очень похожие, связанные и с интернет-инициативами, и с IT-технологией внутри крупных промышленных производств. Они очень похожи. Но почему их не объединить, не получить синергетический эффект? Соответственно, наша цель какова? Ну, как и было задекларировано 4 года назад, сегодня в базе данных инновационных проектов 900 проектов в Самарской области, из которых активно развиваются 200. Но это не значит, что остальные 700 не могут развиваться. Просто они не находят применения в регионе. Мы бы с удовольствием им и поделились. Но общей базы этих проектов не существует, к сожалению. Конечно, кластерный подход у нас заложен... Следующая тема, да. Кластерный подход у нас заложен в принципах разработки стратегии социально-экономического развития региона. И мы там всю стратегию выстраивали под базовые кластеры. Это аэрокосмический кластер, кластер автокомпонентов, автомобильный и медицинский кластер. Причем мы для себя определили, что у нас есть IT-медицина как отдельная отрасль. И поэтому вся стратегия выстроена под это. Более того, региональный венчурный фонд, который у нас закончился по времени, мы хотим перепрофилировать и сделать из него несколько кластерных венчурных фондов. Потребность такая есть. Вот прям с сегодняшнего дня это в автомобильном кластере, где нужны средства на освоение инноваций внутри предприятий поставщиков на автоваз. И там уже сегодня есть потребность в этих деньгах, мы будем переориентировать. Интересный момент открылся в части применения кластерных принципов. Это работа с моногородами. У нас в области город Тольятти признан моногородом. Он выиграл конкурс на статус территории опережающего развития. И при этом программа развития города была построена по кластеровому принципу. В этом случае город Тольятти получил такой большой инженерный центр для всех. Еще раз хочу подтвердить, что в этом случае раз для всех, значит нужна единая СРМ-система. Спасибо за внимание. Спасибо. Венчурное финансирование. Как раз такую проблематику важную, в том числе с точки зрения нашего сегодняшнего форума. Я бы хотел передать слово Денису Черкасову. Денис, вопросы такие. Каков ваш опыт вообще взаимодействия с регионами? Какая сейчас динамика в части венчурного инвестирования? Много ли хороших проектов? Больше ли их стало? Меньше ли их стало? Какие вообще вы видите проблемы сейчас в развитии венчурного инвестирования и, может быть, подходы к их решениям? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я возглавляю компанию, которая управляет региональными венчурными фондами на протяжении 10 лет. Сначала в рамках тройки, потом в рамках группы Сбербанк. И у нас 4 региональных фонда в управлении. 3, если быть точным, и 1, созданный совместно с Институтом развития Роснана. И за эти 10 лет накоплен очень большой опыт. То есть мы вместе со всей отраслью совершили все ошибки, которые могли совершить, которые, наверное, должны были совершить. И в то же время мы пытаемся активно эти уроки выучивать. И это отражается в результатах нашей работы, нашей деятельности. Что могу сказать из выученных уроков? Как у нас строилось взаимодействие с региональными властями? Первый вывод, который мы для себя сделали, это то, что не все регионы имеют одинаковый потенциал инновационного развития. Не все регионы и должны иметь одинаковый потенциал инновационного развития. С этой точки зрения, наверное, нужно будет скорректировать вот эту скорринговую систему рейтинга инновационности регионов. Потому что в некоторых регионах, в основном в тех, в которых в советское время было развито машиностроение, обрабатывающие отрасли, наукоемкая нефтехимия, услуги, они естественным образом, во-первых, вынуждены развивать инновационные технологии или развивать инновационную инфраструктуру у себя, чтобы эти инновации стали подпиткой для региональных бюджетов и повысили эффективность предприятий. Во-вторых, накоплен класс людей и накоплен с живым умом, потому что когда мы говорим об общих цифрах, об инновациях, сколько внедрено, сколько у нас проектов, за ними всеми стоят живые люди. И качество этих людей зачастую определяет успешность или неуспешность развития не только проекта, но и в целом инновационной инфраструктуры. С этой точки зрения неудивительно, но, наверное, мог бы быть любой другой регион. Но в данном случае я могу говорить про Татарстан. Общение и взаимодействие с НКО венчурной республике Татарстан для нас оказалось то, что принято говорить по-английски outstanding, то есть великолепным. Outstanding по сравнению со всеми другими региональными взаимодействиями. Республика уделяет очень глубокое, пристальное внимание тому, во что она инвестировала, как. И не только уделяет внимание с точки зрения контроля, но и оказывает поддержку на местах. У нас сегодня было объявлено о закрытии фонда регионального венчурного республики Татарстан. Это один из старейших региональных венчурных фондов. К сожалению, один из немногих, который получил прибыль. Потому что остальные 22 региональных венчурных фонда еще, так скажем, борются за прибыльность. Ну или уже перестали бороться и закрылись с минусом. Здесь работа была не только со стороны управляющей компании, но и со стороны региональных структур республики Татарстан. И РВК нам в этом отношении оказала поддержку, помощь. В регионах, которые традиционно занимались добычей или тяжелые отрасли, мы видим, во-первых, отношение к строительству инновационной инфраструктуры такой по остаточному принципу, если не сказать жестче для галочки. Во-вторых, мы понимаем, что естественным образом невозможно перепрыгнуть через какие-то стадии развития. И если естественным образом в регионе, например, растет тяжелая или добывающая промышленность, очень трудно развивать там кластер IT. Просто нет специалистов. Для Новосибирска это естественная отрасль IT. А для Тюмени, например, нет. Но для Тюмени, например, очень естественно стать биомедицинским кластером. Был потрясен узнать вот этот кейс замечательный о том, что Тюмень стала мировым центром по разработке лекарств и препаратов против энцефалита. Что, в общем, логично. С чего следует второй вывод. Каждый должен заниматься тем, что умеет развиваться на границах своей компетенции. То есть отталкиваться от того, что есть, и исходить из тех ресурсов, которые есть. И каждый регион, наверное, должен посмотреть, от чего он может отталкиваться, не пытаться копировать успешный опыт Татарстана, например. Невозможно скопировать, потому что Татарстан обладал уникальными ресурсами для такого успеха. Но уверен, что другие регионы, Калининградская область, Новосибирск, Краснодарский край обладают не меньшим потенциалом, но немного с другой, наверное, перспективой. Еще один вывод, который к нам пришел, такое как философское размышление, наверное. Государство должно последовательно, с нашей точки зрения, уходить от прямого инвестирования в проекты, потому что частные деньги или частногосударственные деньги делают это лучше. И сосредоточиться на поддержке и развитии инфраструктуры или экосистемы. Здесь, если бы у нас было время, мы бы с Дмитрием немножко подискутировали, кто должен поддерживать экосистему. Наш опыт показывает, что там, где экосистему поддерживают региональные власти, экосистема развивается быстрее. Еще раз подчеркиваю, не проекты, непосредственно инвестиционные, в них должен инвестировать частный либо частногосударственный капитал, а именно инфраструктуру. Еще одно наблюдение, в котором я, наоборот, всячески солидарен и поддерживаю Дмитрия, это недостаток развития венчурных подразделений в крупных корпоративных структурах. Нам нужны корпоративные венчурные фонды, которые занимаются теми отраслями, в которых они работают и в которых они развиваются. Тогда здесь позвольте упомянуть Сбербанк, который естественным образом стал центром инноваций финтеха. Хотелось бы, чтобы у нас были центры инноваций телекома, центры инноваций в нефтехимии, в металлургической промышленности, в добывающих отраслях. Это все может быть развито через механизм создания корпоративных венчурных фондов. Мы видим, как, например, развился венчурный фонд корпорации Siemens, работающий по всему миру и буквально всасывающий в себя лучшие технологии из любых стран, которые так или иначе могут быть применены компанией Siemens или коммерциализованы компанией Siemens. Я думаю, такой опыт нужно всячески перенимать и развивать у себя. Денис, я прошу прощения, перебью. Просто то, о чем вы говорите, и корпоративные венчурные фонды, и частные инвестиции в инновации, об этом уже давно говорят, и вот все как-то в осыны не там. А что мешает и частному инвестору появиться, и корпоративные венчурные фонды, почему не создаются, и что нужно делать для того, чтобы все-таки наконец решить этот вопрос? Просто уже пора уже хотя бы один-два кейса все-таки запустить. Это правда. Частному бизнесу мешает отсутствие инфраструктуры. Что мешает государству, либо корпорациям, это отсутствие воли это применить и инициативы. Сначала не было воли, сейчас, наверное, нет ресурсов отстраивать эти системы. Частный бизнес с удовольствием бы пошел, корпорации, наверное, с удовольствием бы пошли, если бы были какие-то применены налоговые или финансовые механизмы, в том числе внедрение инноваций. Здесь, еще раз, сначала у нас не было, так скажем, силы внутренней принять такого рода решения. Я подозреваю, я не знаю, что происходит в государственных органах, но мы это видим снаружи. А сейчас на такие послабления, как это воспринимается, потому что это воспринимается как послабление, не воспринимается как инвестиция в инфраструктуру, это как, что мы открываем какую-то лазейку для кого-то. К сожалению, очень часто и участники рынка воспринимают это как лазейку и начинают вместо инноваций изображать инновации. Здесь вот такое взаимное недоверие. Но вот конкретно частным компаниям или частному капиталу инвестировать мешает то, что налогообложение стартапов или технологических компаний в этой индустрии, точно или в этой отрасли, точно такое же, как налогообложение, ну скажем, металлургического предприятия. При совершенно несопоставимых маржинальности, особенно на первом этапе, и капитальных затратах. Поэтому корпорации на каком-то этапе этот подчин поддержали, но очень быстро поняли, что не получат из этого реальных финансовых выгод, и дальше там для галочки, наверное, отчитались по этой работе. И РВК, и Минэкономразвитию, мне кажется, еще раз, это взгляд с нашей стороны, но нам кажется, что имеет смысл сосредоточиться в первую очередь на создании инфраструктуры. Когда говорю инфраструктуру, я имею в виду не здания и там каворкинговые центры, не недвижимость, а инфраструктуру экономической, финансовой. В том числе на региональном уровне освобождения, создания кластеров. Если в Тольятти развивается автомобильный кластер, то нужно дать возможность компаниям в автомобильной отрасли получить либо отсрочки, либо преференции финансовые, но таким образом, чтобы они были контролируемы. Если прошу прощения, у нас уже просто очень мало времени. Спасибо, я вам нужно вас прервать. Спасибо за содержательный ответ. Я бы хотел сейчас предоставить слово Екатерине Шапочке, члену экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Вот те проблемы, Екатерина, которые сейчас были затронуты, они, мне кажется, очень важны. Часть из этих проблем широко дискутировалась в рамках актуализации программ инновационного развития компаний с госучастием, старались отразить соответствующие приоритеты правительства в методических рекомендациях. Но вот если говорить про сегодняшний день, какие, на ваш взгляд, все-таки актуальные инструменты поддержки технологического предпринимательства сейчас наиболее востребованы в регионах, какие, может быть, механизмы наиболее эффективны, и в том числе и с точки зрения компаний с госучастием, ну и другие инструменты. И вообще, что может быть такой вот действительно главным драйвером инновационного развития регионов сегодня? Павел, спасибо. Я правильно понимаю, что у нас 13 минут осталось, да, на все про все? Хорошо. Я тогда постараюсь очень кратко, может быть, изложить мысль и позицию экспертного совета при правительстве, который с 2012 года уже занимается темой инноваций, и готовил несколько докладов, предложений на имя Дмитрия Анатольевича Медвезева и реализовывал поручения совместно с институтами развития и так далее. Что мы конкретно предлагаем? Вот уже примерно полгода мы совместно с инновационным сообществом, университетами, несколькими регионами, которые здесь присутствуют, я их назову, институтами развития, разрабатываем программу, которую нам кажется необходимо внедрить на федеральном уровне. Это программа поддержки региональных экосистем и технологического предпринимательства. Мы для себя ее назвали «Стартап Раша» и, честно говоря, настаивали бы на том, чтобы у нее было какое-то название. Почему? Потому что нам кажется, что в многообразии этих форм поддержки и также средств, которыми в том числе и регионы пользуются для поддержки предпринимательства и в том числе и технологического предпринимательства, не хватает некого единства, не хватает некого стандарта, который помог бы очень быстро и легко разворачивать меры поддержки, меры системной поддержки технологическим предпринимателям на региональном уровне. То есть что мы предлагаем? Мы практически предлагаем создать некую программу, то, что называется off the shelf, которую берешь с полки и за счет стандарта, который она содержит и описывает, развернуть базовую как физическую инфраструктуру поддержки технологического предпринимательства, так и мягкую инфраструктуру, то есть финансовые и не финансовые сервисы. Почему нам кажется это необходимо? Если можно, собственно, сделать это один раз и по типу, скажем, франшизы вот такую программу разворачивать. Если говорить о… да, конечно, эта программа лучше всего должна бы развиваться вокруг университетов, потому что университеты являются центрами научных исследований и поддержки предпринимательства. Мы видим это на примере того же ИТМО, но на наш взгляд и средств на это в целом хватает. Я вот там сейчас записала и можно перечислить средства, которыми в целом пользуются регионы для поддержки предпринимателей. Это и фонд Бортника, это и корпорация МСП, это и центры кастерного развития, помощь со стороны Минэка, это и деньги, которые Росмолодежь направляет на поддержку предпринимательства, это и деньги Минобра, собственные средства регионов и так далее. В общем, если действовать в рамках экономики масштаба и обеспечить либо объединение, либо синергию этих средств, направленную на организацию довольно четкого бизнес-процесса, то, мне кажется, мы можем получить намного лучший результат. И могу привести пример, например, в Великобритании существует программа Катапульта, где на базе финансирования из разных источников, государственного, местного, финансирования бизнеса, существуют центры такие, как раз поддержки научно-технологического предпринимательства, которые занимаются и научно-технологическими разработками, и контракты выполняют, и создают вот эту вот региональную экосистему. Они сегментированы по тем направлениям, которые признаны в Великобритании основными для развития технологий и науки, и вот как раз создают вот эти региональные экосистемы и экосистему на уровне всей страны. Нам бы казалось, что нужно создать методологический центр такой программы на базе РВК, мы об этом уже много раз говорили, нам кажется, что это лучшее место, подключить лучшие университеты, такие как ЭКМО, лучшие регионы, такие как Самарская область, где у вас уже отработаны во многом эти бизнес-процессы. Вот с этим предложением мы выступаем, и что касается, да, и, конечно, подключить компании, бизнес, которые в этих регионах, и государственные, и федерального масштаба, и местные компании, да, которые могли бы софинансировать и заказывать какие-то исследования и разработки у этих центров. Что я бы хотела еще сказать, отреагировать на то, что сказал Дмитрий о негой CRM-системе. На самом деле, еще два года назад, когда мы делали анализ эффективности институтов развития, нам было достаточно странно, что даже в рамках институтов развития не существует вот некая общая база, да, и часто мы видим, что компании получают дважды, трижды финансирование и гранты от разных организаций и так далее. И к одному из предыдущих президиумов Совета по модернизации мы подготовили предложение об организации такой системе на базе сайта Innovation GoFru, которая на самом деле уже развивается. И там есть, по-моему, от семи регионов сейчас предложение по мерам поддержки, которые можно посмотреть и как-то, так сказать, примерить на себя и так далее. Но, конечно, считаю, что это также необходимо. И, наверное, в заключении хотела бы сказать, что, ну, в целом, опять же, если объединить усилия и объединить те ресурсы, которыми мы все пользуемся, ресурсы институтов развития, которых по всей стране региональных насчитывается 344, их годовой бюджет 150 миллиардов рублей, да, если вот эти деньги как-то объединить и задать единую траекторию, мне кажется, мы бы получили больше результатов. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина. На мой взгляд, прозвучал такой крайне провокационный тезис о том, что регионам хватает средств на развитие, особенно сейчас бюджетные ограничения ужесточились. Наверное, единственный регион, где этот тезис мог бы получить поддержку, это город Москва. Анатолий Заикин, руководитель управления сопровождения инвестпроектов. Анатолий, ну вот, собственно, хватает ли средств на развитие московскому бизнесу? Собственно, Москва – это крупнейший регион, треть от объемов инновационной деятельности сконцентрирована здесь. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что с точки зрения экономической деятельности здесь преобладают такие отрасли, если можно так сказать, как, например, сфера услуг, туризм. А что касается развития высокотехнологичного бизнеса, то в последние годы, по крайней мере, крупные индустриальные предприятия выводились. Каковы особенности инновационной экосистемы Москвы? Какие направления инновационной политики в настоящее время актуальны, особенно в свете смены руководства в профильном департаменте науки, промполитики и предпринимательства? Какая сейчас вообще ситуация? Спасибо, Павел Борисович. Спасибо, коллеги. Да, время осталось не так много. Я буду предельно краток. Город Москва. По поводу денег. Да, конечно, нас тоже затронуло бюджетное сокращение, но тем не менее мы являемся крупнейшим регионом. И нам с этой точки зрения проще и сложнее. Проще, потому что вообще драйвером, главным драйвером оваться это люди, инициативные люди. Мы считаем, что, соответственно, критическая масса этих людей, ну, соответственно, здесь больше сложнее, потому что мы, являясь лидером, соответственно, мы и являемся некой такой ролевой моделью для остальных и не имеем порой права на ошибку. Соответственно, то, что касается вообще, в общем, экономической, текущего статуса экономики, да, совершенно правильно, соответственно, происходит перенос производств в другие регионы, непосредственно в Московскую область, в том числе в другие страны, непосредственно в Китай. Но мы видим, что в Москве остается центр компетенции, центр интеллектуального ресурса, штаб-квартиру, управление компаниями, остается R&D, сейлс. Конечно, мы видим, что активно развивается IT-сектор, наверное, всем знакомой компании, чемпион национальный Яндекс, Эбби, Акронис, есть, возможно, менее значимый ZeptoLab и прочие. И что мы видим? Конечно, развитие сервисной составляющей, сервисов как обычных бытовых, о чем сказал Павел Борисович, да, соответственно, туризма. Ну и, соответственно, сервисов, которые связаны с обслуживанием вот этих вот, скажем так, новых производств и IT-сектора. В связи с этим такой увеличивается спрос на, я ее даже называю такой горизонтальной инфраструктурой, это на сети каворкингов, на опенспейсы, а в производственной инфраструктуре увеличивается спрос на небольшие такие производственные помещения, которые легко интегрируются под потребности компаний. Ну и, как здесь, наверное, звучало, в городе масса акселеризационных программ, соответственно, по разным отраслям, как, соответственно, связаны с корпоратами, так и просто, соответственно, связаны с какими-то частными инвесторами. Поэтому, соответственно, подобные инициативы мы всячески поддерживаем. Вообще, в точке зрения политики, конечно, хотим идти от частных денег, конечно, хотим идти от частной инициативы. И в этой связи мы поддерживаем сеть создания Центра финансового молодежного творчества, соответственно, где обучают детей каким-то первичным навыкам и инновациям. И это частная инициатива. Мы софинансируем развитие подобных центров. Также создаем сеть детских технопарков, в том числе с агентством средических институтов ОСИ. И, наверное, ключевой программой Москвы – это создание сети технопарков. В этом году официальный статус технопарка имеет порядка 27 площадок. И что радует, что большинство этих площадок частные. Мы также поддерживаем компании через Московский посевной фонд, фонд, который дофинансирует в форме льготного займа частные деньги, которые приходят в проект через наших партнеров фонда. Но также мы участвуем в развитии двух наших ключевых кластеров в Зеленограде и в Троицке. Также мы поддерживаем всевозможные мероприятия, которые проходят здесь. Конечно, здесь мы немножко в выигрышной ситуации, потому что многие федеральные мероприятия, связанные с поддержкой инноваций, проходят в столице. Поэтому нам здесь, соответственно, проще участвовать партнерски в них. Наверное, в целом все. Коллеги, спасибо. Большое спасибо. У нас небольшое дополнение в программе, поскольку так получилось. Наши докладчики недостаточно осветили тему участия университетов в развитии экосистемы. Сейчас хотел бы кратко предоставить слово Алексею Гусеву, директору департамента развития инновационной экосистемы РВК, который хотел бы немножко дополнить по этой теме. Не работает? Добрый. Не работает. А, вот теперь работает. Спасибо большое, Павел. Действительно, очень коротко хотел бы добавить ко всему, что сказали уважаемые докладчики. Совершенно правильно было сказано и про роль регионов, и про роль федеральных органов исполнительной власти в развитии региональных экосистем. Много было у меня тезисов, которые я хотел бы добавить, но я сосредоточусь только на одном, чтобы коротко. Очень важно для регионов и для федеральных властей, которые пытаются развивать региональные экосистемы, взаимодействовать с таким ключевым игроком, как с университетом. В многих регионах, которые являются лидерами, собственно, здесь пример и Новосибирск, и Самара, действительно значительную часть пайплайна проектов составляют университетские проекты, и это нормально. И здесь можно сказать, что есть традиционная некоторая роль, которая отводится университетам и научным организациям. Это генерировать проекты и работать в отношении технологического трансфера, расширения взаимодействия с индустрией. Про это на многих конференциях очень много говорится. Кроме того, сейчас будут делать такие новые форматы, как Центр компетенции НТИ. То есть университеты действительно полноценно интегрируются во все государственные программы. Я отдельно еще хотел бы сказать про то, что на этом, наверное, роль университета не должна ограничиваться, и, возможно, новые форматы, о которых пока не так много говорится. В отдаленной перспективе возможно, что на базе каких-то университетов могут сложиться и венчурные фонды, хотя, наверное, сейчас пока еще об этом несколько преждевременно говорить. И отдельный важный момент – это действительно работа акселераторов в университетах. Очень короткий пример приведу. Вот Дмитрий рассказывал про то, что стартап-тур «Сколковский», когда проезжает по стране, он очень много себе забирает проектов. Есть на самом деле форматы, когда такие вот федеральные действия, как федеральные акселераторы могут работать и на региональную экосистему, в том числе через университет. Вот очень хороший пример – это акселератор федеральный, который делает РВК «Generation S», и в нем один из треков, один из индустриальных треков металлургии взял на себя Уральский федеральный университет и сделал очень качественно, и при этом, по сути, еще и действительно это был очень серьезный шаг в развитии региональной экосистемы, связанной с региональной сильной индустрией на Урале. Металлургия, вы все знаете, очень сильная. И это как раз тот формат, когда вот федеральные институты развития могли бы вкладываться в региональную экосистему через университет посредством вот таких механизмов. Спасибо. Большое спасибо, Алексей. Коллеги, у нас уже сейчас поджимает наше следующее мероприятие, поэтому я хочу всех вас поблагодарить. Мы, наверное, эту тему будем еще обсуждать и обсуждать. Она такая действительно важная и относительно новая. Поэтому всем спасибо. Тогда следующее у нас уже мероприятие. Спасибо участникам за интересную дискуссию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!